Приветствую! Сегодня я к вам с хорошими новостями. И как вы уже поняли, они посвящены вопросу получения отсрочки без прохождения ВЛК. Многие из вас уже сталкивались с ситуацией, когда вы, обращаясь к ТЦК и ЕСП письменно, либо когда вы приходите к ним, получаете следующий ответ. Проходи ВЛК и потом мы тебе дадим отсрочку. А пока мы даже твои документы не будем рассматривать. И, конечно же, всегда возникал вопрос вздаконности такой позиции ТЦК и ЕСП. И многие люди, закрыв глаза на этот вопрос, шли по пути наименьшего сопротивления, шли на ВЛК с целью получить документ об отсрочке, для того, чтобы уже спокойно передвигаться по Украине, не бояться, что там будут вручать повестку, задерживать и так далее. Так вот, на сегодняшний день мы получили ответ на вопрос, официальный ответ на вопрос, а можно ли получить отсрочку без прохождения ВЛК. И этот ответ нам дал суд. И сейчас мы с вами быстренько посмотрим то самое заветное решение суда. Данное решение вынес Запорожский окружной административный суд. Решение относительно новое, 15 декабря 2023 года оно было принято. И ситуация там вполне привычная. Через своего адвоката человек обращается в ТЦК ЕСП и просит, чтобы ему дали отсрочку. И отсрочку он хотел получить в связи с тем, что он является усыновителем. И в подтверждение этого было предоставлено ряд документов, в том числе и решение суда. Кстати, сразу хочу оговориться, что ТЦК ЕСП эти документы принял и признал, что у человека есть право на отсрочку. О чем, кстати, и сказано в решении суда. Но при этом ТЦК отказал в предоставлении отсрочки человеку, потому что у него нет действующей ВЛК. И ТЦК сказал, проходи ВЛК и тогда получишь отсрочку. И что по этому поводу сказал суд? Суд сказал здесь очень много. Вот видите, я не буду занимать ваше время, читая все решение суда. Ссылочку я оставлю в описании, вы сможете зайти, изучить подробно. Я вам покажу, вот что самое главное написал суд. Здесь вот он описывает, почему там ТЦК ЕСП должны предоставить отсрочку и так далее. Но вот самое главное, что пишет суд. Враховуючи вище наведене, суд зазначает, что порушение військовозобязанными вимог правил військового обліку мае наслідком на стане відповідальности згідно із законом та не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на яку позивач мае право відповідно до закону. Таким чином, непроходження позивачем військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначена підставою для відмови позивачу, не грунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною. Услышьте це всі! Відмова від надання відстрочки людині на тій підставі, що вона не пройшла ВЛК, не грунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною. Суд чітко определил, що в законі нет такого обязательного условія получення відстрочки, як прохождення ВЛК. І що вирішив суд? Давайте тепер посмотрим. Позов. Ось ми бачимо. Позов. Задовольні ты. Задовольні ты. Визнати протиправним та скасувати рішення ТЦК і ЕСП про відмову в наданні на підставі абзацу 9 пункту 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. І саме головне, що тут написано, зобов'язати ТЦК і ЕСП на дату на підставі абзацу 9 пункту 1 статті 23 закону про мобілізацію, відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Це рішення суда примечательно тем, що суд не тільки сказав, що немає такого требування для получення відстрочки, як прохождення ВЛК. Ці два явлення не взаємосв'язані. Але і саме головне, що суд в своєм рішенні ще й сказав, що потрібно об'язати ТЦК і ЕСП предоставити відстрочку. Т.е. не просто, як с пересеченням границ суди отменяють решення о отказі в пересеченні господарственні границі, але при цьому не об'язують пограничників пропустити мужчину на границę, і позволити мужчині виїхати з України во время мобілізації, то вот здесь очень класно, що суд обязав ще ТЦК і ЕСП віддати цю відстрочку. Це вообще клас, і робота адвоката здесь, ну, просто супер, отлично, все, получил результат. Ну, да, сразу скажу, этот адвокат не я, це не ми представляли человека в суді. Але в любому слові колега своє дело знає, сделал вообще красавчик. Зачем це видео? Зачем це видео? Це видео я снимаю для того, щоб ви все знали, що є вот таке решення суда. І ви все знали, що суд підтверджує ваше право на то, щоб получить отсрочку без прохождения ВЛК. Т.е. з'являться такі рішення суда. А це значить, що в тех случаях, якщо вам буде відповідïвати в Kryria відповід танцевальальні відповіді з Part organiz�ày і дуже道 на чтобы, конечно, в этом письменном отказе было указано, что мы тебе не даем отсрочку в связи с тем, что ты не прошел ВЛК. И после этого с этим письменным отказом уже обращаться с иском в суд. Обратите внимание, здесь обращение идет не в местный районный суд, а в административный суд, в окружной административный суд. И вы можете требовать в суде, чтобы решение об отказе в предоставлении отсрочки было снесено, вызнано незаконным. И чтобы ТЦК и ИСП обязательно, вот это обязательно указывайте в своих требованиях, что обязать ТЦК и ИСП предоставить отсрочку. Потому что там сам факт того, что там скосувал ИЦ решение, вызнал инозаконным, но этого недостаточно для получения отсрочки. Конечно, мы прекрасно понимаем, что по этому делу будет апелляция. Будем следить за ним и обязательно сделаю видео и расскажу о том, чем закончилось и какое решение приняла апелляция. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставьте лайк ему, подписывайтесь на YouTube канал, а также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok